Привет, меня зовут Лидия Беговатов, это проект StoryLand, конструктор мобильных лендингов в формате Stories. Напомню, если кто-то забыл, что лендинг это одностраничный сайт, целью которого является привести посетителей к одному действию, например регистрации или оставление заявки или скачиваемое приложение. Сейчас я хочу показать вам новый способ отображения лендинга на мобильных устройствах, на смартфонах. Слева вы видите классический лендинг, на нем информация берется с десктопа и переводится в мобайл, адаптируясь, вытягиваясь в формате своем отображении. И от этого появляется много, иногда десятков экранов, которые человек пролистывает вверх и вниз. Справа вы видите демонстрацию нового формата в виде Stories, когда человек может листать вертикальные слайды, картинки или видео влево и вправо, а также они листаются сами автоматически в процессе просмотра такого сайта. И это не только выглядит симпатичнее, чем стандартный сайт, но и показывает лучшие метрики по сравнению с адаптивным лендингом. То есть то, что мы сравнивали, проводили эксперименты, дало нам вот такие вот цифры. Помимо всего прочего, с нашим конструктором, который мы сейчас разрабатываем, вы можете создать такую историю лендинг без разработчика за считанные минуты. Вам всего лишь нужно добавить картинки или видео на свой слайд, а также добавить кнопки снизу и затем опубликовать сайт, а дальше вы можете его продвигать в социальных сетях или в мессенджерах. За время акселерации мы нашли как минимум три сегмента, которые будут заинтересованы в приобретении данного продукта. Это предприниматели, которые продвигаются на мобильную аудиторию, в социальных сетях или в мессенджерах. Это организаторы мероприятий, которые могут сэкономить на раздаточных материалах на своих мероприятиях, заменив их на такие онлайн-презентации. И также дизайнеры, которые могут расширить линейку своих услуг и больше зарабатывать денег. Соответственно, в каждом из этих сегментов у нас уже есть некие кейсы продажи и пилоты. Рынок конструкторов сайтов ежегодно растет сейчас на 7%. Это не может не радовать. И при всем при этом нича, которую собираемся занять мы, пока что не занята другими игроками. При том, что сами веб-сторис активно развиваются благодаря компании Google, которая разработала свою библиотеку AppStories. И уже тестирует специальное размещение веб-сторис в своей поисковой выдаче. Команда, значит, наша команда, она уже разрабатывала несколько совместных проектов. И имеет высокую компетенцию в областях мобайл, областных сервисов и микро- и малом бизнесе. Также у нас уже появился некоторый ряд советников, менеджеров. Сейчас мы ищем сооснователя, это дизайнера, ведущего образовательных курсов, а также клиентов на англоязычном рынках. Если вас так же заинтересовал тест нашего конструктора, который мы делаем, то напишите мне. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир. Спасибо за внимание. Окей. Есть, есть, есть. Дмитрий, добрый день. Меня тоже Дмитрий зовут. Спасибо за презентацию. У меня вопрос такой. Значит, что вы делаете с теми посетителями, которые заходят не с мобильных устройств, а с дескопа? Вы куда-то перенаправляете? Да, ну для них сейчас, сейчас видно, да, экран. Для них вот в таком виде выглядит сайт. То есть можно также просматривать его, как в сторисе. И также есть крикабельные ссылки. Не понял, в каком виде? То есть получается у него телефон нарисован? Ну вот, на экране видно. А, вот так. Ага. Да, вот. Вот так это изображается. И также здесь есть крикабельные ссылки, которые вы можете... Понял, тогда второй вопрос сразу. А вы не замеряли конверсию, которая будет с дескопа? Мне кажется, что она может в теории, допускаешь, она может уменьшиться. То есть вы можете выиграть по конверсии с мобильных устройств, но можете поиграть по конверсии с дескопа. Да, это так. Это возможно. Но мы не тестировали, так как мы специализируемся именно на мобайл. То есть скорее для нас, в отличие от современных конструкторов, для которых мобайл является чем-то побочным, и верстка просто адаптируется под мобайл. Здесь мы, наоборот, специально делаем именно под мобайл, а уже адаптация идет под дескоп. То есть это огромная ситуация. Ну, как бы, ваше замечание верное, но мы сфокусированы именно на рынке мобайл. Поэтому я и говорю о том, что мы и клиентов ищем именно в этом русле, в этом проекте. Мы видим то, что процент пользователей мобайл растет, и он там в некоторых отраслях 70-80-90%. Это также еще, просто, например, на примере своего проекта, который занимается под продажей франшиз, мы делали таким образом, что разделили трафик. Когда человек заходит с мобильным устройством, он показывает составляющий лендинг с большей конверсией на мобайле, а когда он заходит на десктоп, с десктопа со своего, то ему показывает десктопную версию. Можно тогда еще добавить? В любом случае вам придется делать, собственно, два выглубика, в два раза больше посудить. Ну да, но если вы хотите добиться конверсии более высокой на обоих платформах, то, очевидно, что вы этим займетесь. Если для вас, то ваше. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Да, смотри, у меня тоже один маленький вопрос. Скажите, я раньше, как-то, добрый совет, можно здесь сделать дорожные карты? Дорожные карты? А, ну да, конечно, я понимаю, что тогда лучше ее добавить. Вот, и вот там у тебя слайд, восьмой, кажется, да? Прокумент, нет? А, нет, это сравнительно. Ну да, как-то ворожные. Ну, например, субинно, где-то сейчас хочется. Это сушение инвестиционное. Вот, просто подумай. С этим не придется. Попробуй это засунуть где-нибудь в один слайд, чем... Субтитры создавал DimaTorzok